всем привет на связи александр и ярослав сегодня мы будем говорить о пластике и дереве но ярик будет у нас топить за дерево а в силу того что я буду адвокатом дьявола мне остается только пластик что практичнее что удобнее разберем на примерах покажем плюсы-минусы и сделаете вывода для себя ну что ярослав пожалуй начнем начнем сегодня у нас два оппонента ты как пользователь дерева я как владелец ружья с деревянным цевьем и деревянным прикладом скажу плюсы и минусы ну а я как я уже сказал буду адвокатом дьявола и разберусь по пластику в чем он хорош а в чем он плох постараемся рассмотреть эти вопросы по определенным критериям первой из них будет у нас практичность использования этих материалов на охоте в данном случае слово практичность относится в первую очередь пластику я например взяв оружие с пластиковой ложей могу забраться в самые бурелом и куда угодно я не боюсь что она поцарапается отломается там от нота или что-то еще а вот ты с деревом существует психологический фактор что с древесиной не везде полезешь то есть повышенная влажность на водоплавающую охота подумаю если в лес бурелом тоже подумаю древесина требует ухода и прежде чем куда-то идти нужно подумать ну да а вот пластик может намокать может не намокать ему абсолютно все равно второй фактор устойчивость к температурным сложным условиям жара холод жара холод в том числе и вот здесь вот пластик проигрывает деревяшки пластик во-первых на морозе может ах имеет склонность к охрупчению то есть он может тупо лопнуть если холодит когда прикладывать и да и когда держишь в руках а на жаре соответственно он очень сильно нагревается и когда ты допустим берешь он действительно имеет такое искусственное ощущение неприятно он либо греется либо очень холодный в этом случае дерево конечно дерево тактильнее здесь выигрывает по всем пунктам а то есть его приятнее держать она теплее при морозе и в условиях охоты где нам нужно стоять и держать ружье в руках то есть это загонная охота дерево всегда ну считается что предпочтительнее здесь я за дерево скажу только плюс то есть если у нас сибирь минус 40 минус 50 не дай бог я не знаю то пластиковые ложи мы скорее всего там не увидим там поголовно у всех деревяшки совершенно верно третий пункт на повестке дня это у нас эстетика но это мой час ага но многие думают что пластик это у нас просто какая-то простенькая штуковина на самом деле пластик это во-первых модно стильно молодежно современно это у нас хай-тек технологии мы можем реально залить любые формы практически в пластик какие нам заблагорассудится но даже это сейчас не важно потому что это еще и цвета это цвета что ты имеешь ввиду цвета мы можем закатать пластик в аквапринт мы можем даже выпустить пластик такого цвета чтобы не было заморочек с тем чтобы его как-то там перекрашивать или переделывать вот что не эстетично по твоему ну утятнику это душу греет камуфляж но посмотри на реальечку эстетика дерева здесь неоспоримо вы скажете а как прятаться если вы охотитесь на гусей на уток в принципе существуют дополнительные аксессуары виде всяких лент камуфляжных которые без проблем и без урона для ружья можно накатать накрутить сверху и тем самым спрятаться от зорких глаз птицы но когда вы делаете фотографию вот такое ружье в эстетике будет смотреться неоспоримо хотя на вкус и цвет товарищи можно еще гравировочку на самом деле нанести да кстати некоторые модели ружей подразумевают то что площадь предназначена для персональной гравировки то есть всегда украшательство оружие но было исторически сабли шпаги бриллианты алмазы мушкеты допустим но все-таки я считаю что функционал это функционал четвертый пункт это ремонтопригодность бытует мнение что если пластик уже поломался то его не удастся восстановить потому что на самом деле это как всегда у нас литье у нас не спасает ни клей не синяя изолента ничего другое меня интересует вот какой момент да если ну все говорят что пластик можно поцарапать и ничего ему не будет можно поцарапать и ничего его не будет если ты поцарапал возможно восстановить первородный вид пластику нет но на самом деле пластику это и не надо во первых царапины это ему никак абсолютно на его функционал не влияет а пластик это у нас первую очередь функционал и на самом деле сломать эту ложу еще постараться нужно она не просломать как бы это другая тема да я скажу со стороны эстета что мы сможем сделать с деревом если мы его поцарапали да все что угодно мы можем реставрировать его до первозданного вида для этого у нас существует всевозможная химия если мы идем на водоплавающую птицу александр говорю что пластик здесь рулит как никогда да потому что не боится воды но с помощью современных восков пропиток морилок мы можем дереву придать полностью влага защищенную структуру то есть никакая у нас вода туда не проникнет если у вас приключилась беда его поцарапали деревянную свой приклад или ложа вы можете с помощью морилок подобрав цвет цвет вернуть первозданный вид заморить заретушировать зареставрировать что угодно сделать с пластиком сожалению этот фокус уже не пройдет если вот допустим кусок деревьяхи у тебя отлетел ну все не пригоден приклад что ты будешь делать саморезы туда смотри в какой ситуации если ты поломал пластик только новая и оригинальная заказываю да если с деревяшкой ты можешь заказать не обязательно оригинальный приклад а может заказать у мастера уже под свои требования и плюс возможность еще большой плюс что с реставрацией древесины все это можете делать самостоятельно антабки в древесину мы можем их крутить по собственному усмотрению в любое время то есть это совершенно не трудоемкий процесс с пластиком не это фокус уже не пройдет если в пластике есть антабки они есть если его нету ну да в крутишь его не всегда и не вдруг это правда пятым пунктом идет у нас цена на самом деле все знают или подозревают во всяком случае что ружья и любое другое оружие с пластиковой ложей чаще всего стоит дешевле для многих это решающий фактор совершенно верно она доступнее она проще без лишних заморочек купил пошел но если вы возьмете например наше отечественное бестселе ружье мр-155 и сравните деревянное ложе с пластиковым вы сразу увидите разницу что в дереве она более прикладистая форма намного сложнее и интереснее и ну ребята ну посмотрите эстетика не красота ли ты хочешь сказать что ты платишь именно за то чтобы она была красивше дорого одно красиво шестой пункт ох наверное монолог будет возможно прикладистость ружья подгонка ружья с деревом очень широкий спектр возможности подогнать ружье под себя мало того что у вас комплектации есть стандартный набор для регулировки приклада вы еще можете изменить форму самого приклада правда это дорого можно заказать у мастера но возможности то есть что у нас пластиком ты знаешь я тебе скажу так что во первых полностью меняют под себя форму приклада в основном только опытные спортсмены которые знают зачем оно им нужно согласен согласен если у нас все таки инженеры компании производителей не сидят и свой хлеб просто так не кушают у нас хорошие приклады у нас хорошее литье все качественно и как правило они очень удобны если вам нужно допустим изменить приклад ну прям очень хочется пластиковый приклад под себя да можно найти способ заказать 3d печать почему бы и нет то есть ты хочешь сказать что практически охотники не заморачиваются с этим и их устраивает то что есть в базе человек который покупает пластик знает зачем он его берет он его берет за неубиваемость и за простоту он это и получает седьмой пункт это уход за частями оружия за нашей лужи за прикладом за цевьем но с пластиком на самом деле все просто как сарай плюнуть и растереть больше ничего не надо губочкой протерли и все прекрасно да за деревом нужно ухаживать существует у нас видео на канале не буду сейчас даваться в подробности по уходу за деревом специальное видео посмотрите по ссылке пройдете как ухаживать за древесиной но я вам скажу что многим нравится ухаживать за оружием следить за оружием и есть в этом своя какая-то магия и аура медитация и так восьмой пункт о чем он о массе ружья в зависимости от того в каком материале у нас исполнена его ложа бытует два мнения до целых два огромных лагеря которые находятся в священной войне друг с другом первые утверждают что тяжелее дерево вторые что тяжелее пластик сейчас мы на примере двух одинаковых ружей практически одинаковых это у нас бенели рафаэлла 2013 года длина стволов одинаковая 71 это вариант powerbord дерево 3250 граммов 3 килограмма 250 грамм так это у нас бенели рафаэлла be diamond длина стволов одинаковые 3 килограмма 300 грамм и того у нас разница получается 50 грамм много это или мало ну уж кому как мне абсолютно немного тебе я думаю тоже может быть какому-то породистому итальянцу ростом метр с кепкой будет достаточно и напишите в комментариях для вас разница это имеет значение или нет но дерево красивее ну хорошо пусть так и так девятый пункт это условия хранения не все так просто с деревом при хранении влажность температурный режим и все остальное но по пластику что-то еще тоже есть не просто так да на самом деле да большинство оружий в обычной пластиковой ложи не требуют никаких заморочек в плане температурных влажных режимов и так далее потому что пластику все индиферентно но есть особенность у нас на некоторых ружьях имеется такое покрытие soft touch она боится масла она боится я так подозреваю что именно щелочного но любое оружейное масло крайне нежелательно наносить или как-то брызгать на пластиковые или прорезиненные пластиковые детали своего оружия и на солнышке не греть но по возможности до дерево условия хранения что важно не ставить около топительных приборов допустим если вы приехали на охотбазу поохотились приехали не нужно ставить около камина и печки свои ружья это раз второе если вы храните оружие дома желательно сейф устанавливать в таком месте где нету рядом отопительных приборов при хранении дерева возможно рассыхание конечно очень сильно зависит от качества древесины от возраста ружья но все же имейте это ввиду дерево требует ухода два пункта которые можно объединить по хранению оружия неважно у вас она в пластике у вас она в дереве это сухо и темно десятым пунктом отдельно отметим что у нас существует не только спортивная стендовая стрельба если уж мы говорим про практическую стрельбу и охота и охота но у нас существует еще такая вещь как стрельба тактическая то есть мы сейчас говорим про ружья которые имеют так называемую тактикульную ложу и она уж по любому всегда будет в пластике в полимере в металле и так далее и я дополню что вот именно тактические стрелки имеют возможность изменять форму приклада в пластике с помощью специальных там полимеров совершенно одиннадцатый пункт одиннадцатым пунктом у нас идет новый гость в кадре которого мы еще до сих пор не представили это у нас бенелли винчи но он не совсем новый но если вы по сравнению с нами с тобой мы уже здесь давно в этом видео а он только появился почему он здесь потому что некоторые модели ружей особенно новаторские образцы по типу хай-тек такие как бенелли винчи не терпят никакого дерева просто в силу достаточной сложности изготовления элементов этого ружья конструктив обязывает конструктив обязывает поэтому в некоторых моделях мы никогда не увидим дерево максимум только окраска под него и так а что лучше а ничего не лучше на самом деле выводы делать только вам мы постарались со своей стороны рассмотреть плюсы минусы преимущества недостатки особенности эксплуатации хранения что знали рассказали совершенно верно а дальше решать вам и очень важно ждем ваших комментариев они внизу а пока что всем удачи всем пока до связи а